Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. 136 миллионов. Всего в планах на этот год ремонт 85 участков улиц с общей протяженностью 67,5 километров. Программа Экономика. Сусанна Никитина Юнгблюд намерена объявить себя банкротом. Она подала заявление о признании несостоятельной в арбитражный суд Кировской области. Сумма исковых требований, обозначенная на сайте суда, 22 миллиона рублей. Сусанна Юнгблюд руководит холдингом профбизнес-групп, куда входят бизнес в юридической и туристической сферах медцентра «Детский сад». Экономика. На 101 АСМ. Московское предприятие накажут за загрязнение воздуха в озерках. Производство компании «Степплюс» проверили в конце 2020 года. Там обнаружили нарушение требований по обращению с отходами. Нет паспортов на опасные отходы, нет учета отходов и нет полной информации об источниках загрязнения. Гендиректора оштрафовали на 13 тысяч, предприятий на 20. Кроме того, выявилось нарушение в обращении со старыми ртутными лампами. По решению Росприроднадзора, материалы направлены для рассмотрения в один из стов Москвы по месту регистрации юрлица. Программа «Экономика». 45 миллионов получит Кировская область на лекарства для лечащих коронавирус дома. Препараты будут выдавать, как и раньше, по рецепту врача через государственную аптечную сеть. Это антибактериальные, противовирусные, жаропонижающие препараты и антикоагулянты. На данный момент выписано более 47 тысяч рецептов на них, то есть в два раза больше, чем кировчанам удалось получить. Воспользовались возможностью 26 тысяч пациентов. Ранее в регион уже поступали два транша. На эти цели 47 миллионов и 26. Сейчас более 11 тысяч жителей Кировской области болеют коронавирусом. Почти 8 тысяч лечат его дома. В завершение валютах доллар сегодня 75 рублей 4 копейки. Курс евро 91 рубль 22 копейки. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 ФМ.